И у хаджа также есть некие секреты, маяния, именно смысл, ничего, Аллах, Субхану Аталья, приказал совершать это великое поклонение. То есть хадж, это и являются дни хаджа. Также те люди, которые не поехали на хадж. Вот эти первые дни дни хаджа, это является той площадкой, где человек воспитывает свое сердце, дабы быть богобоязненным. И берет запас из этой жизни на судный день. Как Аллах, Субхану Аталья, в Кур'ане говорит, Сурат Аль-Хадж, Аллах, Субхану Аталья, говорит, когда описывает обряды хаджа, говорит, то, кто возвеличивает законы Аллаха, то это и есть указывает на богобоязненный сердец. Человек возвеличивает дни Аямы Аль-Хаджа. Человек возвеличивает сердцем местности, Мекку, Медину. Человек возвеличивает дом Аллаха, Субхану Аталья. То есть некий трепет есть у верующего раба, когда он заходит в дом Аллаха, Субхану Аталья, когда он встает читать намаз, когда читает Коран, когда посещает святые места, то в этот момент он должен возвеличивать сердцем Аллаха, Субхану Аталья, законы Аллаха. И Всевышний говорит, И это есть указание на то, что в его сердце есть богобоязненность. Также, Субхану А.Семкин говорит, Дни хаджа в известные дни, в известные месяцы, это когда Айяма в Зульхиджа. В другие месяца хадж не совершается. Поэтому почему самые великие дни перед Аллахом, Субхану А.Семкин, первые дни 10 месяцев Зульхиджа, как сказали ученые, потому что в эти дни все столпы ислама вместе совмещаются, в другие месяца, в другие дни вместе не могут. Ни в Рамадане, ни в Шавале, ни в Шабане, кроме как в Зульхиджа. В Зульхиджа человек произносит слова единобожие. Ла Иллах, Илла Аллаху, Аллаху, Акбар. В Зульхиджа человек также читает намаз. В Зульхиджа человек постится первые 10 дней в Зульхиджа, 9 дней в Зульхиджа. В месяц в Зульхиджа человек также дает садака, закат. Но однако хадж невозможно совершить в другие месяца, кроме как в месяц в Зульхиджа. Поэтому все спецтолпов ислама собираются в эти дни вместе, поэтому являются великими днями. Всевышний Аллах говорит, касательно хаджа, это известные месяца. И кому Аллах приказал, кто поехал совершить паломничество, в этот момент он не должен скранословить, от него не должны сказать какие-то плохие действия, и не должен спорить во время хаджа, говорит Всевышний Аллах. А все, что вы будете делать из благого, Аллах знает, осведомлен. И Всевышний Аллах приказывает нам и напоминает нам, и говорит, берите с собой запасы. Запасы на что? На судный день. То есть человек, когда выходит длинный путь, например, из Москвы едет на машине куда-то в длинный путь, он с собой берет какие-то запасы, особенно раньше, там с собой чай брал, еду брал, деньги брал, взять. И Всевышний Аллах также говорит, берите запасы на судный день. И потом Всевышний Аллах нам с вами объясняет, и поясняет, говорит, какой лучший из запасов? Опять же, возвращение к сердцам. Самые лучшие из запасов — это богобоязненность. Бойтесь моего наказания. О, обладатель разума. Также, Субхану Ва Та'ля, объяснил нам, пояснил нам, то, что те барашки, те жертвоприношения, которые мы с вами приносили ради Аллаха, Субхану Ва Та'ля, Аллаху, Субхану Ва Та'ля, не нужна жертвенность, не нужно ему мясо. Аллах не нуждается в крови жертвы животного. Как Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, говорит в сурате «Аль-Хадж». Да, Аллаха не дадет мясо этого жертвоприношения. Да, Аллаха не дадет кровь этого жертвоприношения. Однако, что до Аллаха дадет из этого? Однако, дадет до Аллаха ваша богобоязненность, которая в ваших сердцах. Поэтому то же самое жертвоприношение, которое человек совершал, которое вы совершали ради Аллаха, Субхану Ва Та'ля, суть не в пролитии крови, суть не в мясе, а в богобоязненности. В богобоязненности сердец человек, так как Аллах, Субхану Ва Та'ля, дал ему возможность, дал ему имущество, тем самым он приближается к Аллаху, Субхану Ва Та'ля. Также хадж и дни хаджа воспитывают человека для того, чтобы есть некоторые действия, которым человеку могут быть непонятны. Например, для чего одевать храм, для чего, почему человек снимает головной убор, нельзя накрывать голову, нельзя стричься, нельзя стричь ногти, то есть в эти дни, пока не принесет жертвовое животное, пока не выйдет из состояния храма, почему в этот момент он должен быть на Арафате, в эти часы, почему в эти часы он должен быть ночевать на Муздалифе, в эти дни ночевать в Мина и так далее. Поэтому основное что? Следование пророка Мухаммаду, Саламу Алейху Ассаляму. То есть почему мы так делаем? То есть может быть разумом невозможно до конца понять, почему, например, в состоянии храма нельзя закрывать голову, почему в эти дни мы, например, не стричь ногти, почему мы не убираем волосы, пока не выйдет из состояния храма, почему в этот день мы должны делать дуа, почему именно день Арафа, а не другой день, почему в день Аид, Курбан, мы должны приносить жертвование животного, а не в другой день. В эти дни нам нельзя поститься в день Аида. Основное что? следование пророка Мухаммада. Посланник Аллаха так сделал, и мы совершаем это, следуем за ним. Приведу пример следования посланника Аллаха, какая великая награда. Вы знаете, то, что раньше мусульмане молились в сторону Маджид Акса, в сторону Иерусалима. Но когда находился пророк Мухаммад в Мекке, заходил в пещеру Хира и смотрел на Каабу. Смотрел на Каабу, его сердце переполнялось трепетом. Слезы из его глаз теклись, саллаху алейхи вассалям. И смотреть на Каабу, это тоже является поклонением, поклонением глазами. Когда мы смотрим на Мусхав, на Кур'ан, это является тоже поклонением. Также, если человек смотрит подобно на Харам, это грех ослушания Аллаха, смотреть в лицо, в глаза, в лицо своего папы, мамы, улыбаться. Это поклонение, приближение к Аллаху, субханаму алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, любил смотреть на Каабу. Потом вынужден был, саллаху алейхи вассалям. Когда покидал Мекку, посмотрел на Каабу и говорил, ты самое почетное, что есть перед Аллахом, обращаясь к Каабе. Еще добавил, сказал, но однако кровь верующего человека более почетнее, нежели ты, более запретнее, нежели ты. Когда переселился в Медину, нету Каабы, чтобы смотреть воочию. Молились мусульмане в сторону Иерусалима. В местности, где сейчас находится в Медине мечеть Кибель-Атейн, мечеть двух направлений, двух Кибель, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, в сторону Иерусалима, с соподвижниками, с сахабами, читали намаз. Салат-аль-аср. И всегда, когда, саллаху алейхи вассалям, молился раньше, поднимал свой взор в небеса. Поднимал свой взор в небеса и представлял Каабу. Так сильно скучал по Каабе, саллаху алейхи вассалям. Аллах, субхану алейхи вассалям, в поддержку своему любимому пророку, посланнику Рабу, Аллах, субхану алейхи вассалям, знал, как он скучает по Каабе и не спосылает аят. Всевышний Аллах, субхану алейхи вассалям, из сурата Аль-Бакара, а как ты поднимаешь свою голову в небеса и скучаешь по Каабе. Дальше, субхану алейхи вассалям говорит, мы направим твое лицо в то направление, которое ты желаешь. То есть я, Мухаммад, я направлю тебя, куда ты хочешь. Не надо поднимать взор, представляя Каабу, я тебя направлю в сторону Кааби. И здесь идет приказ Аллаха, субхану алейхи вассалям, направь свою, лика в сторону мечети Аль-Харам. Представляете, саллаху алейхи вассалям читает намаз. Ему Джибраил, алейхи вассалям, запосылает эти аяты от Аллаха, субхану алейхи вассалям, за одним из подвижники, и он поворачивается в сторону мечети Аль-Харам. Во время намаза, 10 сподвижников, из них 4 халифа, Абубакар, Умар, Утман, Али, также это был Талиха, Зубейр, другие Саид, другие сподвижники, делают то, что совершил, саллаху алейхи вассалям, во время намаза. Другие сахабы еще задумались, не повернулись, что произошло, почему саллаху алейхи вассалям повернулся, почему сахабы повернулись 10 сподвижников, а эти 10 человек сподвижников не задумывались, не начали размышлять, умничать. Саллаху алейхи вассалям, сделал так? Мы тоже должны сделать так. Следование за пророком, саллаху алейхи вассалям. И вот эти 10, их называют 10 человек, обрадованные раем при жизни. Субханаллах. Представляете, ходят по земле Аллаха в этой жизни, еще жизнь продолжается. Аллах сказал, что они 10 обрадованы раем. Уже кто их встречал, знает, что они в раю. Почему? Потому что они следовали за пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям, не задумывались, не включали свою философию, почему так сделал пророк, саллаху алейхи вассалям. Не ступали с ним в спор. Поэтому пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, вот это вот есть основное. Так же в шариате, в любых. Почему мы читаем утренную молитву, два ракята, два сунната. Почему мы, Зухар, так читаем, следуем за пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям. Поэтому Умар ибн хаттаб, когда хотел поцеловать черный камень, и некоторые те люди, которые хотят найти ошибки в исламе, сказать, что вы поклоняетесь камню, и так далее. Мы не поклоняемся камню, мы поклоняемся только Аллаху. И Умар, когда пришел поцеловать черный камень, сказал, Клянусь Всевышним, обратился ко мне, Клянусь Аллахом, я знаю, что ты всего лишь камень. Не можешь принесить пользы и не можешь мне навредить. Но однако, если бы я не видел, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, целует тебя, я бы тебя не поцеловал, сказал Умар, то есть, саллаху алейхи вассалям, так же делал, я повторяю то, что делает пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Также хадж воспитывает у верующих, то, что верующие должны быть сплоченными во время хаджа. Все вместе идут по одной дороге в Муздалифа, вместе на Арафате, вместе, как имам говорит, выравнивайтесь, вместе стоят, вместе делают дуа, вместе собирают камушки, вместе бросают, вместе совершают. То есть, таким же образом, верующие должны быть в этой жизни сплоченными, должны вместе держаться, не должны разделяться. Аллах, Субхану Ва Тааля, в Коране говорит, не разделяйтесь, не разделяйтесь на течения, не разделяйтесь на секты. За что нужно держаться? Не вокруг какого-то человека, не вокруг какого-то чего-то, а вокруг чего? Кур'ан и Сунна. Вокруг Кур'ана, вокруг Сунны, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, заближаться и за это держаться. Поэтому, саллаху алейхи вассалям, сказал, я оставляю, уйду из этой жизни, меня не будет среди вас, но я вам оставлю две вещи. Если крепко будете за это держаться, даже в другом хадисе сказано, коренными биннамадзе, то есть коренными зубами держаться крепко, никогда не собьетесь. Книга Аллаха и моя Сунна, мой путь, сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Это есть среди нас Кур'ан, и Сунна, хадифи, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Поэтому мы должны с вами крепко за это держаться. Субхану Аллаху, братья мои любимые, если посмотреть, вот это поклонение хаджи, поклонение намаза, поклонение нашего сбора в мечети, это как оболочка, за которым скрываются вот такие великие цели. Пунктуальность, сплоченность, поминание вместе Аллаху, субхану ате али, братство, любовь ради Аллаха, субхану алейхи вассалям, прощать ради Аллаха, субхану алейхи вассалям, все эти вещи, как оболочка вот этих поклонений, в которых скрывается сердце, душа, то, о чем мы сейчас с вами говорим. Также хадж напоминает верующим о судном дне. Сейчас вот даже, когда мы шли, были давки, около 500, с лишним 500 человек умерло, кто-то от жары, кто-то еще что-то, поэтому, субхану алейхи вассалям, верующие идут в одно и в то же одеяние, то есть напоминает о судном дне. Но разница какая между хаджем и судном днем, то, что сейчас мы еще живы, и у нас есть возможность что-то делать дальше благое и оставить грехи. Сейчас нашей спроса нет. А в судный день, когда вместе соберутся, уже обратно нет возвращения, уже будет спрос, и нет возможности что-то сделать еще благого и оставить что-то плохое. Вот это вот единственная разница. А также тоже жарко было, субхану алейхи вассалям, 50 градусов было, кто-то от жары подыл. Если кто-то подходит тебе, зонтик выдает, ма шааллах, вспоминай, что в судный день тоже будет тень Аллаха. И семь видов людей 7 категорий людей, которые будут под тенью Аллаха, и солнце будет на раскатании копья, другой не будет теня. Зонтиков не будет, крыши не будет, только тень Аллаха, сугхану алейхи вассалям, и всего лишь 7 категорий людей, которые зайдут под эту тень. Одна из этих категорий, это те, кто любили друг друга ради Аллаха, Те люди, которые любили мечеть Те люди, которые оставили харам ради Аллаха Которые молодые выросли на пути Аллаха На поклонение Аллаха Те люди, которые давали садака Так, что левая рука не знает то, что дает правая То есть ради Аллаха Те категории людей, которые поминали Аллаха Когда оставались наедине И слезы текли из глаз Вот эти категории людей будут по тени Аллаха И Аллах отдельно обратится к любящим друг друга Ради Всевышнего Аллаха в судный день, как сказано в хадисе «Айна мутахабуна фи джалали» Где встаньте, из всех миллиардов людей, Аллах позовет, где любящие друг друга ради Аллаха? Где те, которые вместе ходили в мечеть? Где те, которые были честными друг перед другом? Где напоминали друг друга об Аллахе? Где прощали друг друга ради Аллаха? Где были искренны друг с другом? Не ради чего-то, не ради какой-то цели, мирской цели. Ради Аллаха где они? И эта категория людей встанет. И Аллах пригласит их, скажет. Идите сюда, под мою тень в эту жару, которая день будет длиться как 50 тысяч лет Сегодня нету никакой тени, кроме как моей тени. Субханаллах И как в другом хадисе сказано, в достоверном хадисе, будут белые завистью этим людям завидовать пророки и шахиды. И у них будут манабирум мина нур, вот мимбар куда имам поднимается на джума только не из дерева, не из мрамора, а из чего? из нура, из света. И будут белой завистью им завидовать пророки и шахиды, как сказано в достоверном хадисе. Также хадж напоминает, и дни хаджа, напоминает дикараят асляфи иминал анбия напоминает нам, как на этой территории были пророки улема, великие ученые наши умы, праведные люди, сподвижники, посланник Аллаха, все, кто приезжал на эти святые места. Ибрахим, алейхиссалям, вспоминаем историю его с его супругой хаджар, Исмаил, алейхиссалям, какими они испытаниями получали на этих землях, какие передвигались испытаниями. Как Исмаил, алейхиссалям, Ибрахим, алейхиссалям, хотел принести жертву, после этого построил Каабу и призвал всех людей совершать хадж. Также вспоминаем пророка Мухаммада, какие у него были на этих территориях испытания с курашитами, какие тяжелые испытания были у нашего посланника Аллаха, вспоминаем прощальный хадж, то, что Аллах, прощальный хадж, не спослал аяты как говорится, в последний день хаджа, завершающий хадж посланника Аллаха, Аллах не спослал аяты сегодня, то есть день Арафа, во времена посланника Аллаха, саллаху алейхиссалям, я усовершенствовал для вас вашу религию, усовершенствовал для вас свою милость, то есть религия полноценная, туда что-то придумывать самим, добавлять не нужно, все есть в религии, и для вас довольствуюсь религией ислама, вот эти вещи вспоминает человек, находясь в этих благословенных местах, и также Аллах, говорит в Коране, во время дни хаджа, люди вспоминают пользы, которые Аллах уготовил для верующих, и чтобы люди поминали Аллаха, субхану алейхиссалям, отчетни.